Привет! Сегодня мы будем снимать соцопрос очередной. Тема у нас импичмент Путину. За, против, сейчас спросим людей, кто как думает. Перед тем, как видео снимать, мы решили сразу на видео зачитать вот несколько причин, по которым Путину можно выдвинуть импичмент. Несколько причин таких. То есть несколько 29. Значит, зачитываю. За его 17 лет, за подводную лодку Курц, за Полоний, за Сирию, за то, что ситуация в стране стала хуже, чем в 99-м году, за доллар в 60 рублей, за 90% роста безработицы с 2014 года, только в Питере в одном, за Чечню, за кадырова героя России, за Грузию, за Украину, за Крым, за то, что все свое правление замыкал все на Запад, а потом сам с ними разругался по своей же глупости. За веденное эмбарго, за нарисованные выборы, за Единую Россию, за вранье по телевизору, за все невыполненные обещания, за то, что он в принципе ни одного обещания не выполнил, за его цензуру, за то, что ни одна проблема граждан Российской Федерации даже не решалась системно, за 4 дорожных налога, а может и больше, за запреты митингов, за то, что в РФ за все годы его правления не проведено ни одного референдума, ни по одному вопросу, за то, что более половины граждан РФ получают 25 тысяч рублей и менее, за рокировки с Медведевым, за офшоры, за друзей его, которых он посадил на газ, нефть и остальное, и дал им возможность распоряжаться этим, как своим, за его махинации в Питере в 90-е и за бездействие, находясь на посту президента РФ. Вы за или против импичмента Путину? Я не знаю, что такое импичмент. Это взять его и уволить? Нет, я против того, чтобы его уволили. Хотите, чтобы он дальше был президентом? Да. Ну, за. Вы больше не хотите, да, чтобы Путин президентом был? Ну, да. Молодой человек, тут мне сложно однозначно сказать. Очень тяжело, потому что вещи очень глубинные происходят у нас в стране. Поэтому, как по мне, нет такого... Ну, если бы сейчас решалось, то вы бы были за, против или никак? Нет, я бы устранился. Брать на себя такую ответственность. Вы сдержались бы, да? Конечно, безусловно. Ну, я, честно, в политике не очень, я насчет этого не разбираюсь. Я вообще с Крыма приехал еще недавно буквально. Ну, еще как бы не уяснил толком политику. Вот именно Владимира Владимировича. Но я, если честно, за его приоритеты... То есть вы против импичмента? Знаете, как вам сказать, в президенты просто так не выбирают, правильно? Плюс его очень большой послужной список. Много лет он уже там. Много лет, да. И плохо, да? Знаете, как некоторые шутят, там все остальные все пропадут, а Владимир Владимирович-то останется. И знаете, как в Камеде была такая ситуация. Мэры-мэры меняются-меняются, все остальные люди меняются, а все равно будет Владимир Владимирович. Так что я за его политику большую часть. Против, конечно. Хотите, чтобы он дальше, да, оставался? Да. Как бы на этот вопрос точно не могу ответить, но на самом деле вот Навальный, у него правильная позиция. Тебя поставит, чувак. Да бог с ним. Просто идея в том, что Навальный действительно дает правильный пример и правильную позицию людям показывает, как нужно. То есть полная смена власти, полная смена вообще представителей власти. То есть Путину надо уходить, да? Путину, Медведеву, всем чиновникам, вообще всей Думе. Всей Думе нужно просто... Тебе полная... Можно, Бедро? Тебе пизда, чувак. Тебя поставят нахуй. Это сейчас вырежут? Не надо. Пускай не вырежем. Хорошо. А на каком канале это можно посмотреть? Стоит, Висич. Отлично. Реально, я вот действительно за то, чтобы просто вся власть ушла. Просто чтобы вся власть ушла, потому что в этой стране анархия сплошная. И я уверен, что до гражданской даже войны оно недалеко. И это действительно скоро будет. Мне все равно. Вас совсем вот не волнует судьба его и ваша? Он же президент. Я не думаю, что что-то изменится. Если его убрать, ничего не изменится, да? Да. Знаете, честно говоря, пытаюсь держаться от политики подальше, потому что в этом абсолютно не разбираюсь. И как бы у меня нормальная жизнь, у меня все хорошо. И, честно говоря, я не вижу смысла менять. Вот если бы голосовали, вы за, против или вы сдержались? Наверное, за, думаю. За. Да, против, конечно. Хотите, чтобы он дальше был президентом? Да, на самом деле ничего не изменится. Я считаю. Я за Путина. Пусть остается. Пусть остается. А вот страна пусть тоже процветает. Вот. Пиздить деньги плохо. Все. Не надо их, да, убирать? Пускай дальше пиздят. Нет. Так пусть не видят, но остаются. Пусть они исправятся. Вот. Пусть они исправятся. Я в них верю. Какая-то программа развития у Путина и у правительства есть в дальнейшем? Есть, но она направлена не на развитие страны. А на что? Ну, на развитие собственных интересов. Интересов своих приближенных, скажем так. Мне кажется, вряд ли. Мне кажется, у нас все будет только хуже, пока такое будет. Ну, и как-то так. Знаете, по всем ощущениям, мне кажется, где-то должно это быть на подсознание. Иначе как же жить? На бумаге она где-то существует? Ну, по-видимому, да. Ну, мы надеемся все. Я думаю, есть, и он ее успешно претворяет в жизнь. Я скажу, как я вижу. То есть у меня вполне хорошая жизнь, стабильная, без каких-либо казусов. Ну, и судя по новостям, тоже вроде все более-менее нормально, и жить вполне-то можно. Поэтому думаю, что все будет хорошо. Ну, есть вот у него какой-то план, или это все вот так сумбурно? Нет, план развития, я думаю, в любом случае должен быть, потому что правительство – это очень серьезные люди, и они, я думаю, планируют. Вот как вы считаете, есть ли у Путина и у правительства какая-то программа развития на дальнейшие годы нашей страны? Знаете, мне кажется, есть. Я, как вам уже ранее говорил, я с Крыма, да? И, допустим, то, что сейчас в Крыму происходит, в некоторый момент, ну, понятно, не все нравится, но некоторое его, большинство его действий даже очень нравится. Наверное, может быть, есть. Не думаю, что нам это как-то известно, можно только догадываться. А в чем вот она заключается, вы предположить не можете? Наверное, есть вообще. Скорее всего, наверное, делать образ развития страны путем каких-то, может быть, нововведений, еще чего-то, то есть сотрудничества с другими странами. Но не думаю, что все это серьезно. Наверное, скорее всего, более как облачная такая показуха. То есть на вид? Да, на вид. То есть красивая обложка, внутри обычная конфета. Нет, нету. К сожалению, нету. Конечно, есть. Я даже могу сказать, какая Путин, да, как внутренний политик, он, конечно, слабый. Но как внешний политик, ему в нашей стране альтернативы нету, поэтому... Куда он нас ведет? Куда ведет? В пропасть. Именно в пропасть, потому что само правительство, это такая одна большая банда, которая просто обеспечивает деньгами себя, свои семьи. И все. А вот на всех людей, которые вокруг ходят, простых, допустим, как мы, им посрать, грубо говоря, на нас. Я просто не знаю, об этом можно говорить бесконечно. И пока действительно вот такие люди, как Навальный, не придут к власти, ничего не будет меняться в стране. К развитию промышленности, экономике. Потому что Крым-курорт, но он был немножко в неподлежащем состоянии, а сейчас его приводят в порядок. Возьмите тот же самый Артек. Я живу напротив лагеря Артек. Довольно-таки есть некоторые вещи, которые там противоречат местному жительству, но есть те, которые очень довольно-таки благосклонны. А вот можете предположить, в чем она заключается, эта программа? Куда мы идем? Куда мы идем? Ну, как по мне, сейчас, мне кажется, сейчас очень сильное противостояние. Вообще, мир очень стал агрессивен и тяжел. Поэтому, конечно, мне кажется, надо хотя бы удержать какую-то сейчас стабильность. Понимаете? Потому что, ну, события с Украиной нам показали, чем это может кончиться и к чему это приведет. Под всеми, так сказать, прекрасными лозунгами. Понимаете? Ну, мы же наблюдаем. И я... У меня есть там родственники на Украине. Я созваниваюсь иногда. Вы знаете, действительно, атмосфера и состояние очень тяжелое. Россия еще крупнее страна. Понимаете? Если, конечно, это мой личный, субъективный взгляд. Если это все расшатать, ну, не знаю, как бы трагедии не было. Поэтому, ну, надо ждать, надо надеяться все-таки, что время покажет, на какой курс мы выйдем. Ну, понятно. Вроде бы, внешняя политика всех устраивает, сплотила нас, организовала. Но с внутренней как-то тяжело, понимаете? Поэтому, конечно, протесты, негодования, они естественны. Понимаете, в чем дело? Ну, я опять говорю, это полка о двух концах. Поэтому я не политический деятель. И так со стороны только смотрю на эти вещи. Ну, вот такое мое мнение. А в чем она заключается? Пока не знаю. А вам неинтересно, куда мы катимся? А мы куда-то катимся? Не, ну, вот вы... Нормально все, да? Да. К развитию, наверное, к более важной роли России в мире. Чем более важна роль, тем больше мы можем себе позволить. Я думаю, к этому. Блин, такие провокационные вопросы. Загуглишь? Как вот думаете, так и говорите. Я думаю, что он сейчас занимается в основном внешней экономикой. Потому что если он сейчас ее забросит, нам пизда. А к чему вот это внешнее? Что он хочет-то? Наладить отношения с другими странами. В принципе, мое мнение. Ведет к развитию страны именно. У него внутренне... В нашей, в этой стране, в России, проблемы с внутренней политикой, а не со внешней. То есть президент же это больше политический деятель. Понимаете? То есть президент, глава страны отвечает за внешнюю политику. Тут надо рассматривать, если есть какие-то претензии у народа, да, то тут надо рассматривать Госдуму, депутатов, которые законопроекты, просто идиотизм. Ну, дают такие законопроекты, которые просто... Ну, просто адекватный человек не может нормально реагировать, да, сами понимаете. Вот. А к Путину никаких претензий нет. Как президент страны, он выполняет все свои обязанности. Да, там Медведева что-то в последнее время, там что-то подозревают в коррупции, не в коррупции, да, там... Я вот это слышала. По поводу Путина не знаю, но то, что там Медведев берет, все берут. Все берут, у вас была бы возможность, вы бы тоже брали. Вот. Поэтому обвинять одного человека со стороны народа тоже не самое умное.